В Люберецкой администрации состоялось еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались у руководителей структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За отчётный период в Люберецкую полицию поступило 2400 обращений. Возбуждено 27 уголовных дел, 20 раскрыты по горячим следам. Произошло 280 ДТП с двумя пострадавшими. Коммунальные службы к зиме готовы. Алгоритм уборки от снега и наледи дворовых территорий, спортивных площадок и детских игровых комплексов разработан. В первую очередь вычищаются входные группы, чтобы жители могли уехать на работу, в школу дети уйти. Далее вычищаются лестницы и спуски, потом пешеходные дорожки и тротуары, следом контейнерные площадки, потом проезды и парковки и завершается уборка очисткой детских и спортивных площадок. В содержании дворов и крыш задействовано более 120 единиц спецтехники, 425 дворников и 48 кровельщиков. Наземный городской пассажирский транспорт к зиме тоже подготовлен. Для удобства курсирования автобусов около станции Люберцы на пересечении Смирновской и Волковской улиц проводят работы по организации кругового движения и обустройству отстойно-разворотной площадки. Проведено выездное совещание с представителями Министерства транспорта и проектной организации, на котором принялись следующие решения. Уменьшить диаметр круга с 7 метров до 5, вернуть пешеходный переход к выходу из подземного пешеходного перехода, убрать островки безопасности с улицы Волковской. Работу планируется завершить до 20 ноября текущего года. На совещании обсудили вопросы содержания дорог и подземных переходов, благоустройства торговых павильонов, вывоза мусора и утилизации автомобильных покрышек. Узнали о спортивных достижениях люберчан. Руководителю школы студии «Тодос» Натальи Цамикуридзе глава округа вручил знак отличия за усердную службу. Танцевальная школа работает в Люберцах 15 лет. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.